Сегодня у нас 22 августа 2015 года. Это деревня Потеряевка. Там вдали сейчас Ерема барабаш коров погнал на пастьбу. Мы здесь по плотине работаем. Очищаем кольцо внутри, который идет под землю, чтобы вода уходила весенняя. Вот оттуда она идет, а там дальше с этим околками поля. Это туда выше идет дорога. Это основная дорога у нас центральная. Брат Сергей с одной стороны, Сиди уже сделал, чтобы сюда землю кидать, чтобы она не осыпалась. И с другой стороны тоже сделал. Сейчас он долбит. И так же все затянуто земное, так как, видимо, как положили трубу, так и никто не откапывал, не очищал никогда. Работа, конечно, тяжелая. С одной стороны, а с другой стороны у нас брат Никита тоже тут делает работу. Сейчас я с другой стороны зайду. Здесь мы с ним вдвоем работаем. Он выкидывает, долбит, выкидывает. Вот землю, насыпь. А я это выкидываю, по сторонам раскидываю. У него кирка. Очень удобно долбить. А потом берет лопату, небольшая черенок, и выкидывает сюда ко мне. Вот так и трудимся. Слава Боже. Сегодня у нас пасмурная погодка такая. Дождь прошел всю ночь. Ночью-дощью. Слава Богу. Даст Бог восстановлены тут. Иначе нашеват не хочет поднять дорогу здесь. Песком, глины навозить, песка, щебенки. И когда уже здесь не будет воды, такой грязи. Мы сколько были тоже с братьями с Урала приезжали, когда я еще не жил здесь, на Алтае. И постоянно в этом месте вот застревали у нас. Брат Игорь барабаш вытаскивал на тракторе. Ну вот так вот Господь дает нам. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот сегодня 22 августа 2015 года, продолжаем с утра откапывать трубу под платиной. Вот Игнать Иванович помогает, даже приехал. Там Никита работает. Сейчас покажу. Сегодня самую трудную работу делает и как будто успешно. Вот. Когда он мне звонил с Украины-то, я говорю, там священники его куда-то тянули, священники. А я и говорю, ты иди на шахту работай, в Донецк. Я ему сейчас говорю, вот видишь ты под земельем-то, сидишь как в шахте. Не хотел работать на Украину-то, на потеряевку. Он говорит, я как отшельник пещеру рою. Понятно? Смотри, он здесь делает. У него кирка, покажи хиркута. Поближе, выйди сюда, покажись какой ты есть. Ой. Вот, выйди, тебе штаны так посмотреть-то, бля. Ползет на штанах. Я говорю, а чего ж ты не взял? Я был с палатками здесь. Мешки подстелил бы и на них елозил. Ну, не сказал, а я и не видал. Вот, видишь, как заботиться. Чтоб не было замечания. Так, тут ты внизу работаешь, неплохо тебе рубашку. И там майку хорошо заправить, чистыми. Чтоб не попадала в брюки грязь. Вот уже один, а пятую часть уже прошли. Широты копал сегодня, ну давай. Видишь, какой у него инструмент-то. Зуб. Вот так. Там Серёжа выродуется. Покажи, что он там делает. Что он там делает? Что тут у нас брат Сергей делает? Там громко никакая булька не пойдёт. Два обшельника на встречу друг друга идут. Это наш ламанг. Ламанг. Давай, давай. Ламанг. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Да. Называется передачное твое. Для чего мы это делаем? Отсюда подойди, я скажу сейчас. Вот. Тут вот вчера Игорь я показывал, выломано. Что означает? То есть машина, техника ударила здесь. Его сломала. Такая арматура-то мощнейшая. Полтора метра. А у нас всё-таки метровая. Это раньше железную дорогу делали под них-то. Видать, договорились. Ну, тёлку, корову там им закололи. И есть-то надо. Но они притащили, сказали развалилось. Отчёт дали туда где-то. Я знаю происхождение. То есть я не конкретно, а вообще как делалось. Оно идёт туда на низинку. Если здесь вот ещё дальше прокопать, то до сих пор надо будет прокопать. Вот это вот. И вода пойдёт туда. И там она, остатки у Сергея, это всё она вышибет. А что не будет проходить, там мы теперь заложим другие. Вода поднимется, вот как я стою. Вот так примерно вода будет. Вот так. И она пойдёт тогда по тем трубам. Ну, а там два слива. Это не просто так. Техники никакой. У нас нет техники. Но мы где-то что-то и ищем. Вот через неделю обещали на нового, нового места бульдозер. Тут манежили, манежили из Барнаула. Вот столько-то привезти. 32 тысячи привезти. Согласны. Мы согласны. Полторы тысячи за час. Согласны. И вдруг ещё нету. Сейчас с новыми договорились. Они говорят, казаки просили на три дня уже три недели. У них закончатся через неделю. Ну, Алексей Устинов созванивается. Какой-то Валерий там. Ну и посмотрим, какой работник. Если раньше, как вот Ушаков был, в Серебрихинской там, в Дарсеуле, как называют, управление дорожно-строительством. Вот это был мужик работал. Я от него не отходил. Он вычистил озеро. Вот вчера Игорь говорил, у тебя огромные тополя растут. С двух сторон их надо все завалить и убрать. Из-за них тень. Здесь солнца не бывает. Но не стоит с другой стороны солнца не просвечивать. Поэтому надо прочистить. Не на пять, как он говорил здесь. А это уже ветла стоит. Здоровая такая. Вот это всё так будет. И вот с Игорем договорились здесь. Ему надо широкое, чтобы здесь жадко-то проходило. Хедер у комбайна. Вот здесь теперь надо кто-то завалить. Хотя бы до сих пор. Вот так вот. Вот. Вот так. Такой ширины. И так, чтобы у него была стенка. Вот примерно такой высоты. Может быть около метра. Железная. И тогда её завалить. Потому что когда пойдёт бульдозер, будет наваливать. Глина-то пойдёт сюда. Надо, чтобы была стенка. Из чего варить? Как? Я говорю, это не моя забота. Ты сделай. В прошлый раз, когда говорили, Игорь, да кому это нужно? Это Игорь говорил. Игорь. Главный фермер. А тут никто не ездит. Мы ездим через кладбище. А вчера раз десять больше проехал только с техникой. И комбайны тут. Ну а куда? Ты погляди. Ты маленько пройди ещё, что осталось после них. Я сейчас выйду, покажу. Это вообще, как это можно было сказать такое? Ну а то, что ничего не делает цех. Посмотри сколько воды. Здесь. Вот засними. Вот это я иду. Вот она. Вот она. Вот она. Это трасса. Вот она здесь. Вот такая трасса. Вот она здесь. Дальше углубляется. Такая ширина. То есть они не знают, куда пройти. Там дальше. Я смотрел вот что-то. Вот. И вот здесь показать. Вот. В воде отодеваться некуда. А когда мы её поднимем, она будет стекать. Вчера уже договорились, что после глины нужен песок. Каждая машина тысяча семьсот кажутся или что-то там. Не знаю. Я говорю, десять машин хватит. Нет, конечно. Двадцать. Двадцать это три-четыре тысячи надо готовить ещё на песок. А потом гравий. Когда государство делает, люди-то не думают. Асфальт. Асфальт. Нету звоночек. У нас асфальт тут проломился. А ты вот сделай его на этой мяшке. Вот она здесь. Смотри. Вот. Дальше уже я боюсь идти. Попади за вверх. Вот. Пожалуйста. Смотри. Это вот. Это трасса. Трасса. Я помню по ней вчера знал, что дождь прошёл. Смотри на него. Вот она здесь. Смотри. Ну. И что тут у нас будет? Да ничего не будет. Тут надо высадку. Так что ушло. Вот она тоже. Видит. Видит. Ой-ой-ой. Отпоказать-то. Говорит, не надо. На кладбище. Через кладбище объезжать. Я говорю, что это дорога на кладбище. К на таком мере. Вот она. Вот. Пожалуйста. Это всё уйдёт. И потом, когда покажем караблицу, ты просто увидишь, что такое пруд. Вот здесь ещё лужа. Ну. Помните, что по празднике. Караблики пищи. Караблики вот такой листик хотя бы пищи. Сейчас он поплывёт. Стой. Давай. О! Караблика затонул. Ну. Вот. Видишь. Вот это вот заяц. Вот. Я сегодня пропустил маленько тут. Подбежал. Сделал. Ну. Это кого? Вот он. Это сегодня ехать. И вот это вот. Ага. Вот это караблика. Вот. Ну. Не надо делать. Не надо делать. Тут один нашёл как. Не надо делать. Собрание проводить. Лишь бы не делать. Как это можно так? Вот лисики летят. Это означает уже близко к осени. Чё спрашивает. Абгут летит. А вот мы прорубили просто по туда. Оттуда земля пойдёт. И дальше будет видно. А там где мы работаем. На неделе мы даже тут сомкнулись. Зимой чтобы все это убрали. Вот так. Это вот что такое дорога. Чтоб люди научились уважать труд дорожников. Когда они его... Не знаю. Другой-то он ни разу не видел. Он знает только асфальт. А оно не асфальт только. Пожалуйста. Это первый год. Это наш оградок. Я городил для того, чтобы коровы не упали. Если кто-то заблудится, чтобы бозер не упал. Вот городили. Вот он столк стоит. Его видать даже. Это его надо выпилить было. Привезти, ошкурить, потом поставить, потом жерди эти ошкурить. Это всё из подсобного материала. Первый год. Мы поставили примерно 500 столбов вручную. Под каждый надо выкопать. А тут, естественно, что корни в ямке переруби их. Люди, которые что-то критикуют, говорят там Путина, других. Я просто хочу сказать, что нам дано право доброму помогать. А что он за нас будет делать? Ну, Путин про нас знает. Конечно, нет. Хотя мне сказали, мои книги у него в библиотеке стоят. Ну и кто там? Мы должны сами работать. И тогда видно будет, что мы слуги царя. А злословить для этого ничего не надо. Никакого ума. Соломон построил храм. Да Соломон, может быть, кирки в руке не держал. Он в работнике работал. Там написано 3000 человек там работали. Заготавливали какие дровы. Где платили? Сколько баранов? И везде математика, математика. А сегодня удивляюсь. Я сказал, у меня написано 3467 стихотворений. По 9 купетов. Математика, все это выище. Так от стихотворения. А там сколько деревьев, сколько рабочих, сколько баранов давали за это. В Библии все написано. Люди, которые ничего не знают, они могут только где-то кусать белыми зубами. Ядовито морщится. А ты вот возьми место вот таких сел. Вот так потеряется. Более 400 на одном Алтайском крае. 400. Было 360 в перестройке. Это жили люди, тут хозяйства были, мастера. Все осмели. Как будто везде Цемлянское море, водохранилище, Обское море. Все затопило с кладбищем. А вот мы получили статус на пустом месте. 20 лет ничего здесь не было. И с нуля начали. 20 лет не касались этого. Нынче мы можем выправить положение. Это мы просто покажем. Нас уже четверо. Сергей, слава Богу, остался. Пупков. Думал, 1 сентября уедет, а сейчас 10 октября. Узнал, когда мы едем. Да благословить его Господь. Чтобы у него глупости всякие с головы ушли. Прям всюди там утром промывку давал, так скажем. Изборщик. Как надо. Вот видите, до сегодняшнего дня будет таких и бани, и еду готовить. Чтобы был с человеком. А не просто компьютерным каким-то болтом. Почти. Показали, да, болты. Когда сделаем газ, то можно будет сравнить. То и пошел. Батюшка нас искал и не нашел. А вот мы сейчас делали затерцы. И потом давайте затерцем. Идем. А то большой затерц. Что же деревья убирать? На этой. А там дальше идем. Вон везде заломы, заломы. И ты пройти сто метров. И он нас не нашел. Почему? Он не лесной человек. Внимательности нет. А так чтобы он подошел, тут прохода нет и не пролезешь. А тут я поперек положил вот бревешка. Почему оно? То есть ничего не думал. Зашел, крикнул на ветер оттуда. Эээ. И повернулся. Я говорю, ты для отмазки это сделал-то. Ты же знаешь, что мы туда не пойдем. Мы работаем около пруда. Тебе надо около пруда. А ты ушел вон туда вон. И там крикнул. Эээ. И пошел домой. И что? Отбазарился? А ты увидел, ага, затерц. Затерц. Это не случайно. Тут никого кроме нас нету. Все примято. Ясно, что здесь люди идут. Я бы зашел. Зашел, а тут вот прям видимость. Меньше ста метров. И не нашел. Прихожу. Он дома уже пилит. Дома. Свои дровишки. Я говорю, собирайся. Никого не обманывай. Да я вам был, вижу, недоволен. Кричал. Тебя отвечали, кричали. А тебя уже дома нет. Когда тебе ответили. Ты крикнул. Кто? А тебе ответили. Батюшка, мы здесь. И пока наш звук долетел, ты уже дома дрова пилил. Я вот все рассказал. Он теглу взял, пришел и начал тут деревья валить. Надо маленьким изюмом где-то подкистить. Вот это все убирать придется. Деревья, которые заслоняют, тень не дают. И мы им подскажем. Я даже подумал, здесь три сотки. Вот на этом бугорке вполне может быть. Вода рядом. Электричи-то не дадут. А тут воду почерпнула. Тепая вода. Валя Шипикова была тут. И там ямки от помидоров сохранились. Вот здесь вот уже. Уже в нас все перестроили все время. Я регулярно, что-то они видят это завалить. Продолжение следует... Слава Богу за все!